Русские новости Насущная, насущная у нас это трагедия Это трагедия в Алакаламске и, можно сказать, продолжение этой трагедии в Кемерово Ужасная гибель десятков, а может быть и сотен, никто точно не знает Детей Это жертва Это ритуальная жертва на алтарь того режима, который объявил себя вновь легитимным А многие согласились, сказали, ну мы выборы проиграли, значит Путин теперь снова имеет право на то, чтобы распоряжаться нашими жизнями Как он распорядился жизнями подводников, которых просто запретил спасать, слишком они много знали И поэтому наша подводная лодка просто утонула Как он распорядился жизнями детей Беслана, по которым шарахнули из боевых гранатометов И огнеметов, а потом списали все это на бандитов, которые тоже не агнцы, конечно, а живодеры Но оказалось, что живодеры и по другую сторону баррикад А теперь Путин распорядился жизнями детей в Кемерово, да в общем всеми нашими жизнями Он распорядился так, как ему вздумается Сейчас идут всякие репортажи, всякие митинги проходят, траурные Чего вы на эти митинги ходите-то? Чего вы там нашли в этих митингах? Пришли, какие-то там цветочки положили, игрушечку положили Дальше что? Все, на завтра все будет забыто Проявили солидарность Дальше-то что? Это как с музыкой Пришел, послушал В душе что-то вскипело Но на завтра после плодотворного сна Все пришло в норму И на этом все закончилось Вот так же и здесь Если нет никаких выводов Если жизнь дальше никак не меняется То все это впустую Все эти молебны Все эти цветочки Все эти бумажки с выражением соболезнований Все это впустую Не вернешь людей Целые семьи погибли Целые семьи Вот тот мальчик, которого отец выбросил Там с четвертого этажа Который разбился там от козырек Но все-таки выжил Когда он придет в себя Он узнает, что родители его Его братья-сестры, младшие погибли Как он дальше будет жить? Или женщина, которая потеряла двух внуков Дочку, невестку Сразу, одновременно, в один день И что? Как она дальше будет жить? Что? Ей ваши соболезнования Они не стоят ровным счетом ничего А вы что? Вы будете продолжать поддерживать Этот гнусный режим? А вы не знаете, кто у нас занимался Вообще системой безопасности? Кто на этом наживается? У нас целый министр обороны Вырос из этой системы Из системы МЧС Министерства чрезвычайных ситуаций Целое министерство было создано Ельциным Для чего? Для создания параллельной боевой структуры Вооруженной И способной И, собственно, и Бросившей свои ресурсы На чашу весов В 93-м году Когда Шойгу вооружил Боевым оружием Бандитов Которые вышли на защиту Ельцинского режима Вот что такое МЧС Вы думаете, они кого-то спасали Когда-то? Они трупы умеют собирать Больше ничего А кто дает Распоряжение На перепрофилирование Зданий, которые Созданы совсем для другого Или на строительство Аналогичных зданий Да мы видим Ровно такие же здания Как и Вот эта Вишня Которую там построили Как она там Зимняя вишня Или бог его знает Как называется этот Центр Мне даже в мозги Не хочется забирать Это название Настолько Тяжело вообще Осознавать Что произошло там Я видел Ровно такие же Центры Без окон Без дверей Один выход Служебные выходы Вообще неизвестно Где их Никогда не найдешь Окошечки Там В рядок Вообще Без окон Без дверей Можно сказать Огромные здания Построены Даже в Москве Рядом с Вокзалами Тоже такие же Центры Курский вокзал Рядом Точно такой же Центр Без окон Без дверей Не выйти Не войти Или на Ходынском поле Этот Совершенно чудовищный Гипермаркет Со всеми развлечениями Которые только можно придумать Что это такое Как оттуда выйти Если там повалит Вот тот самый черный дым Который Было здесь В Кемерово Когда невозможно было Сквозь него ничего увидеть И люди не знали Куда бежать И просто задохнулись Говорят, что 64 жертвы Я думаю, что обманывают Обманывают Ну так же, как они обманывают Всегда Но они же всегда обманывают И вот с теми Примерами, которые я привел И полно других примеров И с терактами Которые Не пойми откуда взялись И почему-то Террористов все время убивают И никогда не сохраняют им жизнь Хотя надо раскручивать И всю цепочку Откуда взялась взрывчатка Откуда взялось финансирование Кто вербовал, кто готовил А зачем им это? Тот, кто организует Тот концы в воду и прячет И здесь тоже Я думаю, что Здесь тоже будут Прятать концы в воду Ни в чем не виноватый Собственник А собственник это у нас вообще кто? Чем отвечает-то? Чем он отвечает За то, что он владеет? Собственность должна обязывать А этого собственника Который где-то там В Австралии живет Чем обязывает? Чем обязывает То, что он получает Доходы От вот этого огромного помещения А ничем Ничем У нас и законодательство Так построено Как будто бы Отвечаем все мы Но только не Те, кто Стрижет купоны В свое время Мы с друзьями Разрабатывали законы Только они никому не нужны Закон о предприятии То есть Вот Есть некий объект Он должен работать Независимо от того Кто собственник И кто получает прибыль Передали собственность Кого это может интересовать Вот такой культурно-развлекательный центр Он должен работать Независимо от того Кто собственник Как там что переоформлялось Это не важно Если он работает То он должен работать так Чтобы это было безопасно Для людей Но ведь Эти центры Эти торгово-развлекательные центры Они построены Ведь не для торговли И не для развлечений Даже Извлечение прибыли Там происходит Вовсе не так Как вы думаете Вы Вот Кто рядышком где-то живет Пройдитесь Просто посмотрите А сколько там народу А покупает там кто-нибудь Хоть что-нибудь Да там не покупают Понимаете Да там иногда развлекаются Но не это Главное Главное это Что все эти центры Это отмывочные конторы И поэтому Без окон Без дверей Чтобы не было Соглядатаев Это огромные Отмывочные конторы Так же как и Например Вся столичная торговля Центр Москвы Там нет покупателей Там нет покупателей Там Бессмысленно что-то покупать Потому что все это В 10 раз дороже Чем разумная цена За соответствующие товары Нет покупателей И здесь тоже Ну развлекаться Да люди приходят Погулять Посмотреть Чего дают Может быть купить По бешеной цене Какую-нибудь Одну безделушку Если лишние деньги есть Это на самом деле Храмы Золотого Тельца Вот что построено По всей стране построено Кто давал разрешение На строительство Вот этих безобразий Ну понятно Что можно построить Отдельно кинотеатр Можно отдельно построить Для детей Какую-то Развлекательную площадку Можно отдельно Все это построить И вписать В городской пейсаж А если Вместо Вот этих городских сооружений Строятся Колоссальные сооружения Многоэтажные Многоуровневые Там Со всякими Завлекающими Прибамбасами Какими-то там Не знаю Аквариумами С какими-то Переходами Сложными Это же храм Это храм Золотого Тельца Где души Должны Быть убиты И когда вы Ходите туда Вы убиваете Своих детей Свою собственную душу И кто Виноват в том Что дети погибли Да мы с вами Виноваты Потому что Мы допустили Такую власть Которую строить Эти храмы Которую убивает И нас самих И наших детей Если мы соглашаемся С тем Что Выборы прошли Выборы забудьте То тогда будет происходить Вот то Что мы видим И в Волоколамске Эти Отравленные Дымом От горящей Помойки Путинской Помойки Воробьевской Губернатор Там Ну ведь Все же Вот Все они повязаны Все они повязаны Кто-то получает За это Ведь есть у нас Оказывается Владельцы свалок Они бизнес делают На этом Понимаете И вот Губернатор Воробьев Девочка ему там Показала Видели наверное ролик Так и так И правильно Показал это Вот девочка Поняла Кто виноват Во всем этом Кто виноват Люди там Буйствовали Да Вот в Кемероне Не особенно Буйствовали Очень сильно Стали кричать Когда Было объявлено Что 64 погибших Но люди не верят Я честно говоря Тоже не верю Все что говорит Путин Или путинская шайка Это невозможно верить А кто такой Тулеев Который там сидит С 90-го года Судит Сидит в Кемерово Уже он еле ходит Еле двигается Но его там Держат Потому что Мафия Все то что там Делала Это же было Убийство в области Вот дошло до детей Они убивали экономику Они убивали культуру Они убивали нормальную Человеческую жизнь Но дошло до жизни детей Кто такой Тулеев И почему он там Предоставляет Такие проценты За Путина Там 85 процентов В Кемерово Кемеровской области Проголосовал за Путина Вы верите в это Это ложь Но со лжи Начинается все И продолжение Этой лжи Это Уничтожение Убийство детей Поэтому покажите Этому режиму Вот так И вот так Путин Вот так И вот так Тулеев То же самое Воробьев То же самое Либо мы Либо они Они нас хотят Уничтожить Истребить И эта Линия выбрана Давно Она реализуется Храмы эти Вот По убийству наших душ И наших детей Построены по всей стране Мы не поняли Мы не поняли Если не поняли То мы останемся Рабами Вот у этих жрецов У Путина У Тулеева У Воробьева Прочих всяких Губернаторов Мэров Шойгу там Со своим этим МЧС Фальшивым Все фальш Все обман Любое слово От Путина От Шойгу От Тулеева Это обман Либо мы отказываемся От обмана Либо мы Живем Вот в этой Религии обмана И ходим В эти Храмы В которых Нас будут убивать Давайте мы Уничтожим Эту власть И тогда Наша жизнь Продолжится Ее надо уничтожить Потому что Она несет Только смерть А смерть Это происходит От тотальной Лжи Тотальной Лживости Которая исходит Раньше исходила От КПСС Потом от Ельцинистов Теперь от Путинистов Мы и они Мы совершенно Разные народы Мы даже Не Входим В один и тот же Антропологический тип Потому что У нас Совершенно другие Цели По жизни У них Другие Мы расходимся Мы Разные народы И даже Разные человечества Давайте мы Разойдемся Оставим им Им свое То что Они Пусть забирают Но только пусть Проваливают С нашей земли И из нашей жизни А мы тут Как-то Обустроим Обустроим Свою Россию Россию Русскую власть Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова